Спасибо большое. Дорогие коллеги, дорогие друзья, вы послушали блестящие доклады, выступления, но мы всегда с особой ответственностью относимся к конференциям Сан-Гален, которые случаются каждые два года, и рекомендации, которые дает Сан-Гален, они являются очень важными для Европейского Союза, Северной Америки, и мы учитываем в российских рекомендациях эти основные направления. Ну вот, фотография, мы всегда фотографируемся, известная вам душа Сан-Галена, он ведет эти конференции, и очень приятно, что последние два года особенно критично или большой дискуссией идут обсуждения, хотя все эксперты используют, конечно, мета-анализ и данные всех проводимых исследований, которые приводились и во сегодняшних докладах, но это не означает, что эксперты, чем мы только были, соглашаются со всеми результатами, и именно не сами исследования, а мнение экспертов, которые выражаются в голосовании, и принимаются как будущая рекомендация лечения рака молочной железы. Но число хирургов там немного, два или три хирурга, больше радиологов, и добавляется число радиологов, и чем больше, так сказать, пополняется, раньше было 30 человек, я начал работу в 2007-м году, 12 лет назад, сейчас 50, но чем больше, тем больше противоречий и меньше, так сказать, согласованных решений. Согласованные решения, которые выйдут в рекомендации, это если 51% экспертов поддерживают это направление, если нет, то это уже на усмотрение, как бы, отдельных центров и стран. Ну вот, в хирургических краях много говорили, много накладок, можно согласиться, как бы, в принципе, это и не является задачей там Сангалина подтвердить, это все ясно, что отсутствие окрашенных имбазинных клеток является показателем чистоты краев. Здесь оценивается вот этот же признак и лимфоузлы в зависимости от и после проведенной неодиевантной химиотерапии. Можно ли эти принципы переносить и на постнеодиевантное лечение? Ну вот, как видите, когда вот, значит, оцениваются различные размеры, все-таки поддерживает этот же принцип отсутствия окрашенных имбазинных клеток в препарате. Это считается чистыми краями. Даже если есть экстенсивный внутрепротоковый компонент, который, в общем, морфологи принимают за рак институ, иногда, доктальный, даже и там разрешается, но только уже не все, одна треть против, но больше половины поддерживает этот же принцип чистоты краев. И, в том числе, не только в раках, известно, что это гормонозависимая опухоль, но своеобразно как бы растет, и, так сказать, границы не всегда четкие, да, мультицимметричность. Даже и в этом случае поддерживается принцип отсутствия инвазивных окрашенных клеток в крае препарата. Ну, скажем, вот, много было там голосования по поводу лучевой терапии, и как раз больше даже лучевые терапевты, чем хирурги, обсуждали вопрос о пластике, реконструкции. И вот такой главный, я взял, вот, так сказать, слайд, что риск местного рецидива превышает выигрыш в эстетике, то есть в пластике, если опухоль располагается в области соска или ареолы и выполняется в этой кожесохраняющей мастектомии. То есть радиолог предупреждает, что в этом случае чрезвычайно высока опасность рецидива при красивой молочной железе. Но, тем не менее, так сказать, такого голосования превышающего 50% нет, поэтому мнение разбросано. 38, значит, соглашается, 42 против. Даже в большей степени в Сангальне обсуждались вопросы регионарного метастазирования, потому что не сам, как бы, переличный очаг, а наличие метастазов и число, как бы, определяет прогноз заболевания. Там другой вопрос, им нет ли значения самоудаления лимфоузлов, но прогноз зависимости от числа метастазов, несомненно, так сказать, понятен. Ну, приводилось исследование АМАРОС, которое показало, что, и вот, если, как бы, считали само собой разумеющийся, не надо выполнять акселярную диссекцию, если только в двух лимфоузлах сигнальных выявлены метастазы. И после этого проведена лучевая терапия и системное лечение. Это, вот, как бы, выводы из статьи, из докладов о голосовании только 47% поддерживают. Нет, не достигнута половины. То есть существуют центры, которые не согласны с этим, и это может не войти в рекомендации. Вот, как бы, вроде совета, но необязательный как стандарт лечения. Ну, известная эта работа выступал один из ведущих хирургов молочной лизы из Голландии, Рубгерс Амиль. Вот он убедительно показал, что только там у двух процентов, значит, пациентов рецидив, если выполняется одна лучевая терапия. Ну, вроде бы в два раза больше, но в абсолютных цифрах это ничтожная цифра. Один на восемь и девять не отличаются. А вот и другие работы показывают, и о косок, там, и все. Но, тем не менее, голосование пока не поддержало стопроцентно, там, уже даже 50%. Но я думаю, что мы как раз вот в своей, так сказать, практике в нашем институте, я думаю, и в России, мы все-таки больше соглашаемся с выводами Амилы Рубгерса, они совпадают и с нашими исследованиями, что едва ли мы будем выполнять полную экслянную диссекцию, если только в двух сигнальных инфоузлах появляется метастаток, а за этим следует лучевая терапия химетра. То есть мы будем следовать именно принципу такого сохранного лечения. Вообще-то говоря, Сангалин и везде провозглашал, что в хирургии должна быть максимальная, так сказать, деэскалация. Минимальная хирургия на первичном очаге и на региональных зонах. Ну а вот, скажем, при категории, там уже ставится вопрос, вообще надо ли вообще выполнять биопсию сигнальных лимфузлов, там, при опухолях, там, категории Т1Н0. Видите, 65% поддерживают эту концепцию. Тем более у пациентов старше 70 лет при наличии сопутствующей патологии, 83%. То есть, как будет противоречие. То есть допускается отказ вообще от даже биопсии сигнальных лимфузлов, только при относительно минимальном заболевании. Ну вот, если это уже категория Т2, здесь уже другие, так сказать, диапазоны, что все-таки следует выполнять биопсию сигнальных лимфузлов. Очень важно, и сегодня это прозвучало, вот, в докладе, значит, в первом докладе Петра Владимировича Кривородько, именно как мы обращаемся с подмышечной зоной после неодевантного лечения завершенного. Вот, можно ли там, скажем, если достигнута категория Н0, выполнять биопсию сигнальных лимфузлов вместо акселярной диссекции? Ну вот, 54% поддержит это. Но имеется в виду, конечно, не просто вот, как мы исследуем, ультразвук, клиническое исследование, а обязательное подтверждение до начала химиотерапии с помощью метастаза в этом лимфоузле, трепирования, обозначения этого узла, вот, исполнение всей вот этой, использование этой методологии, которая исследуется, используется и в нашем институте. И в этом случае допустимо в выполнении биопсии сигнальных лимфузлов имеется исходная категория Н1, не Н2, а Н1, то есть относительно, так сказать, ограниченное поражение. Так вот, если обнаружен даже микрометастаз, в этом случае, конечно, опасно ограничиться биопсии сигнальных лимфузлов. Здесь выполняется полная экстрирная диссерция. А вот если 3, и рекомендуется, в гости неодевантной химиотерапии обязательно, значит, должно быть удаление не менее трех сигнальных лимфузлов. Это одно условие. Второе, чтобы среди этих трех негативных лимфузлов был и тот узел, который был обозначен до начала химиотерапии, что он сюда вошел. И это действительно исчезновение метастазов региональных лимфузлов. Вот в этих случаях 91% поддерживает от людей, то есть большинство. Ну и переходим, так сказать, к главной части, к системным лечениям, потому что там 85% это химиотерапевты, занимающихся адевантом, не адевантом лечения. Вот мы все знаем, что рецепторы астрогенов – это как бы основной признак для назначения гормонотерапии при любой стадии. И, как правило, мы говорим, что гормонотерапия оправдана, там назначение томоксипена, ингибиторфороматазы, если экспрессия рецепторов стероидных гормонов, ну там, скажем, по Амерет, превышает там 6, ну идеально 8 баллов, то есть почти 100%. А вот голосование. И мы знаем, что если экспрессия рецептов астрогенов колеблется от 1 до 9, ну никто не назначит гормонотерапию без предварительных химиотерапий. Ну это не чувствительно, как правило, гормонотерапия. И четвертая стадия, и первая. А голосование что показывает? Ну, во-первых, нет до 50%. Даже при категории, значит, 1,1% поддерживает назначение гормонотерапии. Можно с этим согласиться? Едва ли. И, кроме того, надо знать, что, и это уже известно, если экспрессия от 1 до 10, эти пациенты не относятся к 3-жда негативному раку. И 3-жда негативные испытания тоже не проводятся. Значит, эта группа вообще не исследована должным образом. И поэтому трудно говорить, нужна ли была только химиотерапия этим пациентам или какие-то варианты гормонотерапии с циклинозависимыми геназами, ингибиторами и так дальше. В общем, вопрос оказался непростой. Ну, вот, скажем, многократно сегодня и вчера приводились эти исследования СОФИТЕКС, когда сравнивался просто гормонотерапия в ферменной полозе с подавлением супрессии функций яичников плюс ингибитор ароматаза. Ну, лечение чуть-чуть более эффективно, но какой ценой? Обычно редко упоминают. Как переносится это лечение, тем более в течение пяти лет, супрессия авариальная, остеопороз, все другие признаки, депрессия, психологические нарушения. То есть тут надо очень взвешенно подходить, но тем не менее, как бы, это, так сказать, при всем этом, как бы, принимается. И, например, другой вопрос. Вот, кто все-таки среди пациентов в ферменной полозе, особенно молодых женщин, все-таки нуждается в такой тяжелой терапии? Ну, это вот молодые женщины, наличие больше четырех метастазов или отрицательный отягощенный мультигенный тест. Вот это, начали эти пациенты. А какова продолжительность? Значит, подавляющее большинство отказались от прежней рекомендации два года, пять, пользу пяти лет. Значит, пять лет постоянной супрессии функций девичек, остеопороз, все сопутствующие заболевания и все так далее. Вот. Можно ли у этих же больных гормонозависимый обухоль? Лечение начинается с химиотерапии, понимая, что, как правило, все-таки прогнозы молодых хуже, чем в фосменопалозе. И вот все-таки ориентируются, в том числе, на анатомические признаки. Если метастазы в четырех-девяти лимфоузлах, то 64 пациента-экспертов поддерживают, что сначала должна быть химиотерапия, а потом переход на гормональное лечение. Тамоксичен или ингибитор ароматаза. Ну, скорее всего, сочетание. Или, например, мультигенная сигнатура. Помогут ли вот эти сигнатуры при опухолях распространенных, ну, операбельных, то есть 3 и 0. Ну, 74 пациента поддерживают. Или там поражены 1-3 подмышленных лимфоузла. Тоже поддерживают, что здесь должны были бы помочь мультигенные сигнатуры, там, онкотайп-дээкс или другие. Ну, вот мы знаем вот эти работы. В частности, вот онкотайп-дээкс – это исследование Тейлор. Значит, категории от 11 до 25 – это считается промежуточный риск, где оценивалась гормонотерапия одна против химиотерапии и потом гормонотерапии. Как видите, никаких отличий-то, в общем, нет. А эта группа составляет 60% от всех больных гормонозависимой опухоли. Значит, подавляющее большинство этих пациентов не выигрывает от химиотерапии. Значит, здесь надо рассматривать вопрос, а уж тогда выбрать гормонотерапию плюс супрессивая реальная функция молодых, а в косминопаузе – ингибитор ароматаза. И все-таки вот среди этой группы, если это берется молодая группа, моложе 50 лет, или группа, где вот шкала близко 26, вот там какой-то небольшой выигрыш в пользу сначала химиотерапии, потом переход на длительную, в течение 5 лет и более, гормонотерапию. Ну вот здесь, видите, вот как бы оценивается, опять-таки, у пациентов гормонозависим, дольковый рак и показания адеванта химиотерапии до начала гормонотерапии. Если там, повторяю, 4-9 метастазов, то, конечно, сначала рекомендуется химиотерапия. Ну вот, неодевантная гормонотерапия. Кстати, установка ЭСМА всегда, да, при 4-й стадии, если это гормонозависимым, начинать или пытаться начинать с гормонотерапии. В неодеванте давно уже этот вопрос исследуется. В России не очень популярно, но в нашем суть мы продолжаем. Все-таки вот такие пациенты с лиминальным А, с распространенным опытом, пожалуй, женщин с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, начинать с неодевантной гормонотерапии. И, кстати, эксперты, особенно Сангалин, вот и 81% поддерживают именно это направление. А продолжительность такого лечения, оно должно быть там, так сказать, до полной, до возможной редукции. Это может быть и больше года. Начиналось с 3-4 месяцев. Ну и, конечно, неодевантное лечение при опухолях, отнесенных к трижды негативному раку и херго-позитивному, как бы не вызывает сомнения необходимость именно неодевантотерапии. Это поддерживает 98%. А какой именно? И, ну, это вот тоже как бы наша работа, я уже говорил, поэтому пропущу. Вот если это пациенты с высокой экспрессией 3+, чем 2, то есть херго-позитивной или с амплификацией. Ну, обычно эти пациенты получают химиотерапию плюс двойную влагаду. И вот это исследование Катерины, которое уже вчера показывали полностью, оно как раз и анализировало пациентов с остаточным резидуальным заболеванием. Что делать дальше с ними? Продолжать, как было по старым стандартам, тростозомабгерцептин или что-то предпринимать? И когда сравнили ТДМ-1, то есть препарат Катсила с тростозомабгерцептин, то число событий, то есть рецидивы заболевания в группе Катсила было в два раза меньше, чем... И поэтому и не случайно 91% экспрессов поддержали именно это после неодевантного лечения у пациентов, ранее получавших мощное неодевантное лечение, но не достигшие полного регресса опухоли. Даже у больных около 1 см рекомендуется и 93 пациента поддерживать именно такое лечение. Ну, здесь можно много задавать вопросов по этому исследованию и так далее, но это как бы факты. Гораздо сложнее ситуация, скажем, с трижды негативным раком. Потому что если при хердопозитном увидим устойчивые сдвиги в лучшую сторону, тем более сейчас появился новый иммуноконьюгат, более мощный, чем Катсила, и о нем сообщала Сандра Свейн на АСКО, она показала даже эту работу, то здесь вообще перспективы открываются еще более широкие. Но чего нет при трижды негативном раке. И поэтому, видимо, ориентируясь на исследования японских авторов Мацудако, эксперты проголосовали за то, что если имеются резидуальные заболевания при лечении трижды негативного рака, получавшие препараты токсанового ряда, АЦ и платину, если осталась опухоль, то следует рекомендовать капицитабин. Половина, значит, экстритов поддерживает. Хотя мы знаем, что в двух других исследованиях не подтвердилась высокая эффективность капицитабина. Но пока другого ничего нет, поэтому приходится ориентировать на то, что уже как бы достигнули. Конечно, мы видим и все исследователи видят, что дальнейший как бы возможный прогресс в лечении трижды негативного рака будет зависеть от достижения иммунологии. В частности, мы уже знаем то, что у этих пациентов чаще возникает или определяется инфильтрирующая опухоль лифоциты или экспрессия ПДЛ-1 негантов. И уже есть первые работы, и в том числе и в России, и в нашем институте, использование препарата АТАЗОВИЗОМАП, ингибиторы ПДЛ при лечении распространенных опухолей. По-видимому, это направление будет сейчас развиваться. Важно, чтобы стоимость лечения была соответствовала бы задачам этого исследования. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.